Добрались, командир пришел посмотреть на это чудо, разве не сложится там по базе по нашему часу, а мы не знаем, ракет тратим, солдат ругаем, за то, что не могут прочистить ракет, бах, значит, Костя деловым видом, выпил, ритуал, наверное, такой, грамм 150, кота этого освободил из сетки, из корзинки и запихнул, нормально, кот влез туда, топку, Костя прям высчитал всю топку, чистенько, бумажки там какие-то, боевые риски, там все собрал, начал туда, под низ топки бросать, дверь закрыта, естественно, топка шаталась, кот метался, Костя изобразил, вот голова большая, он бы рад кот-то почистить, но и голова не пролезает, командир достался, сетки тоже пьян, командир говорит, нет, слушай, Сивов, выпускай животное, или я тебя пристрелю, что ты мучаешь, садист, мы здесь кто? Мы здесь с вами долг выполняем, это живот их мучаешь, ну, Костя, попрекал, подожди, еще немножко, вот сейчас, уже, чувство, уже пошел, ну, куда он пошел, у него голова не пролез даже, вот, открывает топку, вылетает оттуда кот, цепляется в забинтованный Костякин живот, когтями, с диким воем, а у него, после этого АГСа, командир говорит, дверь откройте, дверь откройте, кто ставит дверь, открывает дверь, а у нас был здоровый, приблудный пес, здоровый, с кем-то непонятно, но он по весу, как кавказец такой, только лысый весь, по кличке Душман, который ненавидел котов вообще, и афганцев ненавидел тоже самое, а солдат любил и уважал всех наших, ну, и уж кормили, дверь открыл, вылетает кот, раздается жуткий рев и жуткий визг, и не стало, и кот исчез, ни крови следов, ничего, вообще нет, и Душмана нет, нашли Душмана, значит, прискорбно совершенно, за казармой солдат, да и дал котам там, командир опять сечет достается, скотина, мы тебя кормили, теперь Душмана, всех расстреляют, тебя и костью, и кота, кота уже расстреляли Душмана, уничтожил там, в общем, получили мы все, кто в этом деле участвовал, вот такие вот истории, я все это описал в книге, который там исчез, он тоже назывался универсальный сад КГБ, масса там интересных вещей, так вот, это из бытовых зарисовок, так сказать, сейчас я вот, у меня два зама, зам по ДН и зам по К, зам по контрразведке и зам по диверсиям, родились 17 апреля, в одном году, 57-го, оба, и тут, естественно, вдвойне всего на день рождения, всех собрали, кого можно, кто мог, сам прийти, кого нельзя на БТР привезли, два дня гонялись, так вот, такой случай, а это краткая зарисовка на тему этих самых событий, двойного дня рождения, значит, замов звали Васи и Юра, микрофон поближе, Вася и Юра, вот такие воспоминания, смутные, отрывочные, которые я изложил в такой письме, Отчего у нас Василий не на шутку занемог, браги он бетон осилил и больше выдержать не смог, Не встает к обеду, только просит пить, а Афгани, вот этих самых, по 10, достоинствам, где, чем его лечит? Не встает к обеду, только просит пить, а Афгани нету, чем его лечит? Он вчера у БТРа отломил КПВТ, объясняет для примера, что такое каратэ, И тут с соседней крыши начали стрелять, а это просто вышел Юра Погуляй. С утра пораньше, трассерами, полчаса, рожков, не знаю. Вдруг с соседней крыши начали стрелять, а это просто вышел Юра Погуляй. На первые дни рождения вот были, солдат исполнялся по 20 лет, вот как не отметили. Но только кроме тех, кто не свободен от службы, остальные все покараулили. Глотали слюну, потому что там блины пекли, на кефире, на вербюжи молока, вот такие толстые, вкусные. Альберт Сметанин, красивый Альберт Сметанин, повар, коми СССР. Две недели болел желтухой, а у меня не было в отпуске в Москве. И кормил всю команду. Потом увезли, три месяца его не видели. Команда ничего. А потом вернулся через три месяца, звонят с аэропорта за 10 километров. Тут, говорит, приехал какой-то человек непонятный, и требует командира Каскад позвонил. Ян об этом, мало кто проверяющий. Стоит Альберт Сметанин. У него кеды с подвязанными подошвами, залиты и прикручены. Оборванные весь. Что получилось? Он же молчит. Ему же нельзя говорить. Во-первых, нельзя говорить, что он пограничник. Во-вторых, запрещено говорить, что он коммунных каскад. И вообще никто. Без документов. Его отвезли в Ташкент, в госпиталь. Там улечили. Два с половиной месяца вылечили. Пока его лечили, у него эти берцы кто-то спионерил там уже. Все, что он нашел. И выпустили его. Говорят, иди куда хочешь. А Альберт Молчон такой, вот за ворот вывели. Говорят, иди куда хочешь. Вот представляете, ради того, чтобы закончить с вами ребятами. Они его били, он маленький был. Я так не боролся с дедовщиной. Она все-таки была. Потом искоренили в конце срок. Она, конечно, удалось справиться. Все равно заставляю себя поднимать. Давай жарь там эту картошку, еще чего-то там уже. Иди, да и там. Ну, повар чего-нибудь. Сморят все. Но вот он мог бы уйти куда хочешь. Вообще куда хочешь. Мог бы уехать за границу там. Он что и сделал. В Афганистан. За границу же. Он перешел, неизвестно как границу. Сам пограничник, наверное, знал, как переходить границу там. И как добрался? Миной Кабул. Кабул вначале сидел. Двенадцать дней добирался до попутных машин. В том числе до Афганских, до Фаизопаля. Совершенно секретное подразделение диверсионной разведки. Последний вертолет и приехал до Кунтуза. А там уже знали, там сказал, меня знают и вот. И его бесплатно вертолет же довезли. Попутные. Вот. И дослужил. Вон. Не знаю, как его случилось. В Коми теперь. Наверное, тоже в своем государстве. Вот такие, значит. Да и вспоминается, когда жены говорили, когда их спрашивали, что они рассказывают. Ну, мы собирались вперед три года, все жили друг у друга, значит, там у кого не было пасховского жилья, никого. У меня жил, зам по кадрам, мы с семьей. И собирались каждый день. И жены недоумевали. Рассказывают какую-то хрень. Смеются, хохочут, такой ужас. Хулиганство будет сплошной. Когда там работали-то? Ну, вы знаете, не больше рассказывают. О чем мы делаем? Не потому, что нельзя. Да можно что-то рассказать. А зачем? А вот то, что запоминается, как ни странно, мне, по крайней мере, моим друзьям, не кровавые какие-то события, не какие-то там эти вот. Модно, вот я слушаю песни, написанные совсем молодым, кто нигде не воевал в Афганистане, потом или воевал, но потом песни. Одна кровь сплошная. И мать-старушка. Эту мать-старушку меня достал. Вот мать-старушка. 36 лет, мне 30, да? 51-го года, 82-го года, 31-й год. Старшина роты, старшина дружно-старшной роты, Коля Никлюдов, хохол, сын председателя колхоза. Сам хотел быть председатель, и мы его учили кому-чего могли, кто-чего мог. Русскому языку, литературе, математику, химии. Химии учил зампады, он уже закончил имени Тимошенко, химдым, академию. Он уже академик. Но когда он стал писать стихи, через строчку мать-старушка, там напрасно сына ждет, его любимый. Я говорю, покажи фотографию, показывает фотографию. Ну, красиво, ну, кахлушка, красиво, глаза красиво. Вообще, 36 лет, бальзаковский возраст. Для меня это, ну, как тут объяснить? Будем мужики, я вам объясню. Одни, бакисты. Ну, женщина понимает меня, без слов. Я по-мужски ей сказал это все своему старшиню. Он обиделся. Пал, третий день, подходит, чей день, командир. Всю ночь, наверное, фотографию матери. Я говорю, с чем сравнивать, с бабушкой своей, не знаю. Потом приходит, командир, ты прав. У меня красивая мама. Я говорю, а ты дурак, как ее мать-старушка ей сделает. Что, бросьте в эту. Но, к сожалению, Чечня, и потом. Все, мать-старушка. Какая мать? Сейчас вообще рожает, 16 лет. А парню 20. И он прослал, а ей, значит, 36. Он пишет, что мать-старушка его слезы льет напрасно. Да чего надо не любить женщин собственных наших, чтобы раньше время их всех старить. Женщина вообще не должна стариться. Никогда. Она такая, столько лет, насколько она выглядит. Правильно? И дело-то не в том, как выглядит, а дело в том, что внутри. Есть такое животворяющее тепло. Но это уже совсем другая история. Итак, песня начнет. Про любовь небезответную, страдания по отсутствию женщин, непогоду, когда работы нет. Письмо Паше Вертолетчику. Паша Вертолетчик, 27-24-го, по кличке Блистер, которую не пускали и вечно... Павел Асачи его звали, его не отпускали никогда. Саша Динар. Не отпускали его. Он уже перелетал, и профилакторик никакого у него нет, и больше года летал. Потому что он без конца, как увидит начальника политоотдела вертолетного полка, так его в морду бьет. Почему? Чем? В Носове. А тут, конечно, никуда не пускают. И он в утешение прилетает, когда к нам Файзабад туда. А он его набил и сразу, Пашка. Но вот, представляете себе, никто не просил. Это с 82-го на 83-й год новогодняя ночь. Он наконец-то... Его приставили к ордену Боевого Красного Знамени. За что? За дело, поверьте мне. И его вместо ордена отпустили... Орден не получил, не потом, не тогда. Отпустили домой на 10 суток. Так вот, человек, который 10 суток забудет про все. Никто не просил, да? Он всем нашим женам отправил телевую краму за нашу подпись. Новый год на поздравление. Когда через месяц-полтора пришли письма, спасибо за поздравление там, мы собрались и читаем письма. Ёлки, а ты отправил? Не, кто отправлял? Пашка молчит, потом он скажет, что... Ну вот, песня посвящается ему, так называется, письмо Пашке-вертолетчику. Они уже сидели в кундузе, а мы все с вами подошли, и нас занесло, ноябрь месяц занесло снегами. Ночью никто не едет, потому что холодно, днем, потому что грязь по колену там 66-е, только из БТР, а кто-нибудь далеко не лечит, пока не пойду. Так вот, такая песня. Вы сейчас узнаете сразу мелодию, это письмо с сельхозтехники Высоцкого. Сельхозвисты. Здравствуй, Паша, милый друг. Мы из Бадакшана. Во первых строках письма всем вам ждем привет. Здесь у нас зима вокруг, мерзнут, а ж душманы. И вот уж две недели вертолетов нет. Даже праздники прошли, как-то не по-русски. Чаю выпили ведро и храпеть пошли. Ты представь только себе целый стол закуски, но не то, что водки, браги не нашли. К сожалению, снег занес горы и долины. А то б мы сгоняли в Пакистан, взяли птишмеша. Но бензин у нас и всяк, и стоят машины. И даже на Майдоне нету ни шиша. Васил снова занемог, не встает с постели. В кровати. По ночам в ридворе братцы бросим пить. Да уж, Павел, приезжай, гости бога ради. Может, хоть с тобою бросит он дурей. Женщины? А что женщинам сказать? Мы их не видали. Их полку ты знаешь сам. Явный недовоз. Не сказать, что мы без них. Очень мы скучали. Но здесь серебствует болезнь. Сперматоксикоз. Просите, слово спествует, не выкинешь. Папа, как, Маша, как твоя рука? Зажила, наверное. Видно, зуб отравлен был, рассказал замполитом. Что в нее попал? У кого другого в раз началась гангрена? Это ж просто счастье для всех нас, что ты такой амбал. Паша, ответь, допущен ли снова ты к полетам? И еще взбирался ты съездить в СССР. Не отпустит, приезжай. Да черт с ним, с вертолетом. Мы тебе доверим здесь новый БТР. Я пока письмо писал. Вася пробудился. Прочитал и стал вам пить. Хуже, чем вчера. Мол, зачем конкретно я называю лица, это предпердавал. Мол, небрачных связей нету в ДР. Так что строчки про любовь мне пришлось замазать. Ты привет нам передай, знаешь сам, кому прощиться двойной. Надоест вот по горам по Дахшанским лазать, прилечу тогда уж сам, лично обниму. Вася тоже стал писать, мол, привет, ребята. И такой написал, хрен, что разберешь. В общем, мне за нас двоих отдуваться надо. Ну, он теперь непьющий человек. Чего с него возьмешь? Что ж, до встречи, мужики, закругляться надо. Скорый вечер, и в горах начали стрелять. Еще раз большой привет всем из Фейзабада. До свидания. Идем в службу проверять. Письма такие, письма свои. Что-то получили с Кума Паша, он тоже писал письма, но нет. И они нашли начальство, и все, ну, хотели писать расшифровку секретных. Чего? Какие там секреты? Все знают. Враги знали все секреты. А какие там еще были, так их мы сами не знаем. Государственные влажности. Так вот, операции на перевале коронного зона 2 июня 82-го года. В общем, может стать успешным. Мы там командное время потеряли, только без нас бы обошлись, но не обошлись, и мы там поучаствовали. Потому что командир полка как-то вначале добрался и приказали нам диверсионное разведное обеспечение провести показание помощи полку. Ну вот, хорошо, что там рядом где-то в километре-полтора там лазуритые месторождения, шахты глубоченные, там камушек лазурит. Вон цвета очень красивый, темно-синего. А если он выше провода, там еще в короплении золота мелкого, это вообще полдрагоценный камень. Его там добывали в нечеловеческих условиях, как у нас показывают на наших шафтах дореволюционные. Голые мужики на себя по таким узким дырам крысин тянут салазки вот там. Афганцы под присмотром французских советников и инженеров добывали лазурит, тужащих границу его. В Пакистан везли. В Пакистане килограмм чистого лазурита стоил 3000 долларов, а там вот тонны, немеренно. Эти доллары лазурит продавался, на доллары покупалось вооружение, в том числе и в нашем Советском Союзе, прямо с завода. В 87-м году взяли караван, там автоматы Калашникова, прямо заводские с маркировочкой вот только-только выручены. В Пакистан караван шел. И покупали мятежники оружие и туда, и по нам из него стреляли. Ну ладно. Поэтому песня такая сначала. Дыра, много гур и высоких перевалов, среди них Карамунжон лазурит там навалом, а еще басмачи, нам их надо выбивать, басмачи, алганов, вашу мать. А еще басмачи, нам их надо выбивать, басмачи, алганов, вашу мать. Там душманский отряд под командой Гулдода, а у них говорят ДШК и минометы, только нам, парванист, нам на это наплевать, ДШК, авганов, вашу мать. Только нам, парванист, нам на это наплевать, ДШК, авганов, вашу мать. Вот ракета пошла, начинаем мы работу, лезем прямо с борта под огонь их пулеметов. Вот теперь поглядим, кто умеет воевать, перевал твою аугановать. Вот теперь поглядим, кто умеет воевать, перевал твою аугановать. И вернувшись, нас рассвет застает запыленных и уставших. Водка нас не берет, так что молча пьем запавших, но зато лазурита Пакистану не видать, Пакистан твою ауганомать. Но зато лазурита Пакистану не видать, Пакистан твою ауганомать. И вернувшись домой, чтоб не все было забыто, мы захватим с собой по кусочку лазурита, чтобы вспомнив, как было, с усмешкой мог сказать лазурит твою ауганомать. Вот доблестная продавая подруга нашего доблестного Миши, спасительница. Ну еще, безнадоела бы еще. Не, все, все. А, все, все, вот уже все. Ладно, тогда сейчас. Последний. Пять минут, что, ладно? Ладно, ладно, последний. Мы обычно заканчиваем, мы с Мишей по традиции также сейчас. Заканчиваем, потому что разрешим. А на войне, как на войне, а нам труднее там вдвойне, едва взойдет над сопками рассвет. Мы не прощаемся ни с кем, чужие слезы нам зачем? Уходим в ночь, уходим в дождь, уходим в снег. Мы не прощаемся ни с кем, чужие слезы нам зачем? Уходим в ночь, уходим в дождь, уходим в снег. Батальонная разведка, мы без дел скучаем редко, что ни день, то снова поезд, снова бой. Ты, сестричка, в медсанбате, не тревожься, Бога ради, до свадьбы доживем еще с тобой. Ты, сестричка, в медсанбате, не тревожься, Бога ради, до свадьбы доживем еще с тобой. Если так случится вдруг, тебя навек покинет друг, не осуждая его, война тому виной. Тебе наш родный старшина Отдаст медали ордена Отдаст медали ордена В разведке, заработанные мной. Тебе наш родный старшина Отдаст медали ордена В разведке, заработанные мной. Когда закончится война, мы все наденем ордена. Бурьбою сядемся над дружеским столом И вспомним тех, кто не дожил, кто не допил, не долюбил И чашу полную товарищем нальем. Не припомним тех, кто не дожил, кто не допил, не долюбил И чашу полную товарищем нальем. Не припомним, как бывало, в ночь шагали без привала, рвали проволоку, брали языка. Как ходили мы в атаку, как делились другом флягу и последнюю щепотку табака. Как ходили мы в атаку, как делились другом флягу и последнюю щепотку табака. Под поливной разведка мы без дел скучали редко. Что ни день, то снова поиск, снова бой. Ты, сестричка, в медсанбате, не тревожься Бога ради. Мы до свадьбы доживем еще с тобой. Ты, сестричка, в медсанбате, не тревожься Бога ради. Мы до свадьбы доживем еще с тобой. Спасибо вам большое. Спасибо за такой теплый вечер, хороший, среди своих. Я как раз говорю, что на глоток кислорода, когда я сюда приезжаю, на встречу с вами. Надеюсь, еще раз увидимся, много раз, потому что знает только Миша Калинкин, когда увиделся. Ну, сказал бы в октябре, значит, в октябре. Точно вывезти на сайте mkalinkin.ru На варце.ру будет висеть информация, на автомате и гитаре будет висеть информация.